Друзья, всем привет! Вы с Аленой, и сегодня мы с вами говорим на тему «Спокойный всегда победит». И это видео для тех людей, у которых есть тревожно-депрессивное расстройство, либо генерализированное тревожное расстройство, и они очень действительно с этим трудно справляются, и это бесконечная тревога, какие-то беспокойства нарушают внутреннюю историю поддержания себя, себя изнутри. И вы иногда чувствуете, что очень-очень много всего происходит, что просто вам как бы даже мешает. Я бы сказала, что это настолько вам мешает, что сложно выполнять рутинные действия, сложно полноценно работать и функционировать. И да, спокойный всегда победит. Давайте вспомним себя, когда вы нервничаете перед выступлением, когда вы меняете профессию, когда вы что-то изучаете, когда вы с чем-то встречаетесь, с чем вы не можете, с чем вы вообще не можете смириться, или что вам как бы тяжело дается. И давайте вернемся к навыкам. Посмотрите обязательно мое видео про навыки психологической устойчивости и про навыки тревоги, снятие уровня тревоги. Это очень важно. Если вы постоянно находитесь на уровне высочайшего стресса, это приводит вас к чему? К сильному-сильному отставанию. Отставанию во всем. Отставанию в развитии, отставанию в решениях, в принятиях, отставанию вообще во всем. И чем опасно это состояние? Это состояние опасно тем, что вы как будто бы проживаете свою жизнь не до конца. То есть как будто бы чуточку наполовину. Вот сейчас вот здесь прожили, пошли сюда, сделали то. И из-за вот этой тревоги все-все сбивается. Что нужно делать, если у вас вы обладатель вот этой истории? Обязательно в своей жизни, друзья, прописывать цели, планы и идти по своей стратегии, если она даже у вас есть. Проходить обучающие терапии с психотерапевтом, либо с психологом, коучем, который обучит вас в моменты сильного стресса снижать свою тревогу и не проявлять те моменты, которые влияют на ваше состояние. И я бы сказала, что если вы хотите очень-очень сильно поработать с состоянием стресса, вам критически, клинически важно для себя определить, что его вызывает. Если у вас, мы говорим о тревожном расстройстве, то в принципе его может ничего не вызывать. Просто ты уже проснулся, ты уже офигел. Ты уже пошел, что-то сделал, ты уже опять офигел. И здесь мы говорим про стиль жизни, который для вас безопасен. А для вас безопасно прогулки, движения, не экстремальный какой-то спорт. Для вас безопасно график труда, режим труда. И для вас безопасна действительно та работа, которая вам больше всего вдохновляет. Тревожнику и невротику с генерализированным тревожным расстройством, ну просто катастрофически. Нельзя работать там, где ему постоянно указывают на то, что он не такой, что у него не получается, что он идиот. Потому что от этого не то, что у него действительно еще хуже получается. У него еще больше падает самооценка. И вот эти компульсии, проявления тревоги, они могут быть очень сильны. Тревожное генерализованное расстройство, оно мешает, да даже сексу оно мешает, друзья. Я знаю в терапии мужчин, да, которые приходят и говорят, снимите с меня тревогу, помогите мне. Я хочу нормального секса, я хочу нормального, я не могу расслабиться. И вот когда я слышу, я не могу расслабиться, я уже понимаю, что да, для этот человек будет искать любой способ, а чаще всего это способы либо какой-то алкоголь, либо сигареты, либо, ну, то, что, собственно говоря, вашему организму не приносит никакого положительного результата. И я бы сказала, что если вы хотите менять данную историю, то вам просто качественно необходимо будет понять, что чаще всего провоцирует вашу тревогу. Голодный желудок тоже провоцирует, кстати, тревогу. Инсулин провоцирует, дефициты провоцируют, токсины провоцируют. Что это значит? Ты же работаешь где-то на фабрике, ты наглотался какого-то шлака, да, ты пришел домой, и ты уже орешь, у тебя уже тревога, у тебя даже от этого могут быть панические атаки, и это серьезно. Также я бы сказала, что вот эту вот тревожную историю, вообще ее можно проследить. Есть люди, которые склонны к этой истории, и если у них что-то не получается, они что-то делают не так, внутренняя проблема прям сумасшедше бьет по, да по всему бьет. Если этот человек хочет меняться изнутри, то ему еще как, еще как придется работать с внутренним состоянием и давать себе точки опоры. Если вам данное видео вообще откликается, пишите комментарий. Помните, что с генерализированным тревожным расстройством абсолютно можно нормально работать. Можно иметь семью, можно иметь хобби, да, можно иметь что угодно. Только это под воздействием того, что вы умеете с этим справляться, вы умеете на это грамотно реагировать, вы умеете себя отвлекать, переключать, давать себе поддержку и работать с своим внутренним миром. Конечно, в терапии я всегда говорю о том, как это сделать лучшим образом для вас. Если вам данная тема близка, пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!